Значит, одну секунду поставим всех на беззвучный режим. Теперь я поставила всех на беззвучный режим, только, Катя, прошу сделать себя unmute. У вас должно быть приглашение ask, ask, unmute, и тогда мы будем вас видеть и слышать. Есть? Меня тоже поставили. Все, отлично, все, теперь я вас увижу и слышу. Значит, здрасте всем. Первое большое спасибо, что пришли в этот жаркий день, хотя все более или менее в отпусках. Вот, для тех, кто у нас впервые, хочу сказать, куда вас занесла судьба. Это клуб Цитара, существуем больше 10 лет, происходит много разных интересных программ. У нас здесь, на клуб Цитара, сегодня это то, что сегодня. Вот, очень скоро едем небольшой командой в Европу представлять любимый проект «Разные языки поэзии». Пожелайте нам удачи, это интересная и суперзадача. А сейчас я хочу задать Кате Капович три вопроса для нашего проекта, который называется «Три вопроса» о русской истории словесности и катастрофе этой войны. Катя, первый вопрос такой. Споры славянофилов и западников начались очень давно, около 200 лет назад. Как вы считаете, связана ли эта тема с происходящей сейчас катастрофой войны? Ну, я какой-то прямой связи не вижу между славянофилами, среди которых был, скажем, Цючев и вполне достойные другие люди. Надо сказать, надо сказать, Аксаков и его сын, сын Аксакова. Какое вообще, они-то в чем провинились, да? Вот, была там группа поэтов, которые вполне тоже достойные поэты. Нет, это... Ну, мы имеем дело с тем, что что-то происходит с записью. Как-то все это мелькает. У нас кадры какие-то, если вы заметили. Я надеюсь, что это все не записывается, вот это мельканье. Нет. Вот. Нет, я думаю, что просто к власти пришла, ну, как бы, мафиозно-фашистская клика. Вот, как в какой-нибудь, я не знаю, африканской стране. И, ну, уже с Германией, так сказать, понятно, тут тоже большая перекличка, потому что это выкормыш КГБ, который учился по книгам Геббельса и прочих великих умов калитаризма. И что вы говорите, когда вы говорите о трагедии, да, вы спросили, как это связано ли эта трагедия, помимо всего... С войной, потому что путинская пропаганда утверждает, что у нас свой путь, Запад хочет нас поставить на колени, ну и так далее. Вот поэтому. Ну, это, я не знаю, среди, я думаю, среди людей, которые были слайнофилами, Запад, не всегда это не общая была тема, что Запад нас хочет поставить про свой путь. Говорили и Достоевский, и Толстой, надо сказать, говорил, что у России свой путь. Ну, просто он этот путь, может быть, не очень любил, таким, каким бы он казался. Но, возможно, у нее действительно между Западом, так сказать, находясь, так сказать, на такой, как бы, странной, маргинальной такой ситуации, у нее, возможно, свой путь. Просто мы не хотим этого пути, который мы получили. Нет, это вообще не путь, это абсолютный тупик, это жертвоприношение сплошное. Вот. Поэтому нет, не связан мой ответ, что... Понятно. Да. Понятно. Спасибо, Катя. Второй вопрос такой. Есть ли русские стихи, которые вы разлюбили после начала войны, если есть, то какие? У меня или же у кого? Вы прям поисты? Конечно, конечно. Нет. Ну, я об этом, кстати, не думала, о такой постановке вопроса. Есть ли собственные стихи, которые вот раньше, которые теперь иначе как-то... Понимаются, да. Вообще стихи, свои и не свои. Ну, свои стихи я не могу не разлюбить, потому что, я не знаю, я не разлюбила Дениса Новикова, который был, в общем-то, патриотом России. И, может быть, мне его позиция не всегда была близка, но это великий поэт, и его стихотворение «Россия» я по-прежнему считаю гениальным стихотворением, хотя оно может быть мне по духу, так сказать, чисто фенологически, оно мне может быть чуждо, но написано оно гениально. А вот, что касается своих собственных, там совсем другая история, я за них отвечаю, да, я жива, Дениса нет, вот, или Высоцкого нет, да, там, купола в России кроют чистым золотом, мы ничего не можем разлюбить этого, чтобы чаще народ замечал. Ну, это трудно разлюбить. Просто пить я это не буду, может быть, сейчас, да, вот я раньше напевала там Высоцкого. Вот. Что касается своих стихов, то да, я вымарала количество стихов. Я родилась в Кишиневе, прожила в нем месяц, и меня вывезли в Украину, где мой папа был шахтером и учился в горноинженерном институте, и выросла я в Украине, я росла там до пяти лет. Вот. Но потом мы вернулись в Кишиневе, и я, в общем-то, из Молдавии, да, но Молдавия была частью Советского Союза, надо отдать должное. Ничего хорошего, поэтому сказать не могу про тамошнюю власть того времени, но в России я жила, и в России я училась, и, конечно, это была… Я очень сильно отличаю страну от государства, да, ненавидя государство, я, в общем, была диссидентой, была арестовывалась, там, сажалась в клиники, но при этом я, ненавидя государство, я, в общем, любила, это была моя страна, да, я любила Урал, я любила людей. То есть страна – это не государство, да, у меня до сих пор в этой стране есть ближайшие друзья, у которых золотой, так сказать, негде, они так проверены вообще общим ужасным прошлым, что там негде печати вообще ставить уже, да, то есть там уже люди прошли, если они остались своими друзьями, они уже прошли такую проверку. Здесь я совсем не уверена в Америке, в либеральной, что то же самое приключится, случись, вот, так сказать, какой-то вид фашизма, что также будут вот такое же количество людей, у меня останутся в друзьях. Я тоже не уверена здесь сильно, а там они есть, да, они продолжают работать, писать, и они рискуют жизни сейчас. Есть другая категория, которая не пишущая, которым очень, это заложники режима, вот, за них страшно, больно. Они, сейчас очень принято говорить про коллективную вину, я отвечу, как Хан Аарант ответила на этот вопрос, нету коллективной вины, потому что, когда начинается коллективная вина, тогда получается, что никто не виноват. За эту войну отвечают люди, ведущие эту войну, да, и те, кто им помогает, и тем, кто с ними, так сказать, в силу трусости кооперирует, в том числе литераторы. Сегодня Глик вышел ко мне со словами, я, говорит, не знал, я прочитал «Караулов», читает лекции о новой поэзии «Зет» в семинаре Пригожина, говорит, я не хотел заплакать, но вместо этого дико расхохотался. Вот, то есть там собралась клика чудовищных, совершенно омерзительных, продавших душу черту людей, которые, кто по убеждениям, скорее всего, по трусости, потому что это удобно. В общем, вот так и действуют. Вот так и действуют, да, они, соответственно, своей кликушской поэзией заряжают, так сказать, массы, привлекают в ряды себе подобных, получают за это бабки, получают за это премии какие-то, какие-то им отстегивают. Это люди, которым отстегивают. Вот, типа бабуша таких вот. Понятно. За такой массовый гойда. Понятно. Дорогая Катя, вы ответили даже на третий вопрос, который я не задала в ходе второго, но это очень исчерпывающий ответ, то, что вы сейчас сказали. Третий вопрос такой, что вы хотели сказать тем, кто находится в РФ и рискуя собственной свободой, открыто выступает против этой войны, но на это вы уже ответили. Даже если они открыто не выступают. Мне, как говорил Булгаков, главное, чтобы у них с головой, в голове все было в порядке. Есть люди, которые не могут выступать. Ну, это просто самоубийство для них. Они помогут стергнуть страшной участи своих близких. И у них всех есть такая возможность. И вообще от людей нельзя требовать героизма. Это как бы уже последнее что-то такое изображать тут, сидя за границей каких-то святых. Требовать от людей героизм. И когда это начинают кричать с каких-то сторон какие-то люди. Даже говорят украинцы, которых я абсолютно понимаю, потому что их эмоциональное напряжение дошло до такой степени, что уже там уже не крик вообще. Там может просто один удушливый вопль раздаваться. И все равно я говорю, ребята, ну, у меня студенты есть. Я преподаю в свободном университете. У меня есть студенты из Украины. Ну, почему они не демонстрировали? Такие демонстрации. Такие, ну, что, ну, вот взять и... Мы тоже, может быть, не пошли, да. Да. Понятно. Понятно. Мы были молодыми дураками. Мы нас арестовали. У нас у всех близких были из этого, как говорил мой дедушка, большие цурос, большие боли. Пострадали больше всего там мама моя и так далее, и так далее, так сказать, ряд людей. Вот. И слава тем, кто, конечно, рискует с собой и делает это, но, опять же, я повторю, что что-то такое произносить героическое, что, мол, давайте сражайтесь, но это я просто даже... Невозможно. Особенно нам, находящимся в безопасности, я понимаю. Катя, спасибо. Да, понятно. Понятно. Спасибо огромное. И, пожалуйста, микрофон ваш. Хотим послушать ваши стихи. Сейчас я себя тоже поставлю на беззвучный режим. Вот. И, пожалуйста, читайте. Точно не мешает мой... Абсолютно. Я вообще не слышу. Не гудит вам, друзья? Окей. Я тогда... Вы мне скажите, видели меня, когда я... Вот меня видно, правда? Да, видно, Катя. Видно. Вот я прочитаю несколько стихотворений про Украину. Все-таки у меня довольно большой сложился цикл. Сейчас, похоже, выйдет книжка в Израиле у Виталия Кабакова «Новая». Но там, конечно, будут стихи про Украину, безусловно. И более того, даже когда я напрямую об этом не говорю, все, что я писала в это время, оно каким-то образом, может быть, непрямым, вот таким косвенным, оно сплетено. То есть там те состояния, которые описаны, они как-то... Они как-то, возможно, это понятно, возможно, как-то эмоционально они связаны с этой бедой, которая впала на наши все головы. Вот грохочет самолет, крутится нелепо, дайте Украине жить, защитите небо, вот стрекочет автомат, вот летит граната, вот играет музыкант лунную сонату, в мир врывается весна, после будет лето, дайте Украине жить, защитите это, все другое на потом, зарубите, что ли, щайны в мерло Украине и слава, и воля. Ты от войны за кирпичную кладку дома, в Бостоне колокола и сирене плерома, сядешь на лавочку, слушаешь соек-галдеж, ты от войны в рестораны, в вечерние бары, где в электрическом свете грохочут гитары, смотрит по телеку вечный бейсбол молодежь, ты от войны откупилась, послала немного, в области сердца кленова подпишется в строку, хоть ты хоть что, ты гражданка свободной страны, американский твой паспорт хранится на полке, на подопечной сосне распустились иголки, вроде весна возвернулась и ночи бледны, за шестьдесят тебе, сладок положенный воздух, ты же из этих, из выбывших, из Кишиневских, ты и сама от войны убежала давно, ночь бухарез, чемодан, бесконечные шпалы, дверь, пустоту, черноту, только этого мало, ты в эту дверь, а война тебе прямо в окно. День был весенний, хороший, была сирена в округе, только два раза из рощи, пишет подруга в фейсбуке, похоронили соседку, сердце ее подкачало, в колник поставили ветку, пишет она из подвала, Господи, в чем мы виной, нас убивают, да и силы, город сравняли с землей, пишет она из могилы. Киевская Мадонна Отбывают поезда, направление никуда, время с белого листа, совесть на ветру чиста, в этой жизни без гроша, мать качает малыша, мать качает малыша, ски усни моя душа, голос женщины охрип, с ней рвет, о столбник дни, дом разгромлен, муж погиб, и над головой нит. Через поле жизни, дней через полостья, что твоя копейка в медном купоросе, тоже солнце в небе освещает ельник, закипает чайник, трусится на перми, мы живем, как жили, среди книжных полок, то ли век и в правду оказался долог, то ли смерть свою мы пережили вкратце, но стучит в мозгу отсутствие черной кальции, где стояла елка, там в ковре и говка, на земле война, а у нас у борта, устучит беда под черепною крышкой, и спросить нельзя тут, почему так вышло. Это бескрайнее море, щайкин и солнечный мыс, детство на фуникулёре, плавание, первый круиз, это в саду, где повисли спелые вишни в соку, к жизни и любовь в высшем смысле, облако там, облако, это удачные ограды, юная мама стоит, горсти полны винограда, и что-то мне говорит, это зимою долина, дом наш в Донецком селе, это моя Украина, взорванная в феврале. Уходят друзья, ах, уходят друзья, туда, где раскинул листву бересклет, уходят друзья в золотые края, где нету страданий и горести нет, пустеет и гаснет пейзаж городской, вечернее небо встает на пролом, уходят друзья, помахавши рукой за нас втихаря, заплатив за столом. О, как облетает сияющий сквер, и лес головной свой роняет убор, лишь ветер в нем бродит, простой землемер, начетчик пустот, вниматый монитор, мы числим и мыслим, мы числим и числим под небом шаги, но сердце скупого рассудка сильнее, и знает оно по наплыву тоски, там кто-то из наших уходит из дней, свет надо затеплить в случайном жилье на всю остальную грядущую тьму, но так выключатель и скрит в этой тьме, что боязно и прикоснуться к нему, слезятся глаза под следой катарак, но снова за дружбу, за звездный посыл я в пальцах сожму расщекленный контакт, чтоб свет сквозь меня в пустоте проходил. за ясный нрав свет в солнечном сплетении оставят меня в составе населения жуков, сверчков и трубчатых стрекоз за то, что я в кругу себе подобных держала мысль усталых долек лобных, чтобы на резкость время навелось. Оставь меня в саду семирамиды, где вверх живут березы и ракиты, рябина тянет веточки к заре, оставь в саду, где сохнет полотенце, и в такт сверчку стучит по ребрам сердца, как сумасшедший дятел по коре, и много же оно тут настучало, а все-таки опять гони сначала, о счастье, о разлуке, о любви, о ней последней больше, чем о прочем. Зачем-то ведь с земли простая дочерь сидела я с богами и завид, как гусеница носит лосеницу, чтоб бабочку однажды превратиться. Вот так и я, когда умру вообще, припомню сад и в нем живью причастность. Вот почему я так любила ясность, вот почему любила вообще. Я выходила из-за гула, в ауле как-то раз жила, я по дороге из Кагула на жесткой лавочке спала, возила шкуры контрабандой через таможню напрямик, сообразила, что гарант мой, лукавый, грешный мой язык. Я говорила разговоры с простыми спорами людьми, ловила разные мотворы, где в рощах пели соловьи, по Гагаузии шаталась, где степь да степь лежит кругом, где дым с утра висит, качаясь над догоревшим кизяком. Был мне язык для жизни даден, прекрасен, мудр, как у змеи, он от азовских красных паден, водил меня до той земли, где темный лес стоит на страже, где в камень высока вода, где щи да каша пища наша, где я не буду никогда. И вот я подвожу итоги, что мир, конечно же, базар, но лучше обивать пороги, чем лечь в кладбищенский базар, что лучше переждать невзгоды, где длинная река течет. и дальше двинуть понемногу язык до неба доведет. Вот у меня есть ряд стихотворений своего рода элегии, но не романтического толка. Часто пишу, вспоминаются какие-то работы, которых у меня было навалом, писал Сергей Гомбельский, дай Бог памяти вспомнить работы мои, да, вот, вот у меня вот что-то вроде такой коллекции некоторых, стихотворений некоторых работах. В райцентре между баней и заводом газетная редакция была, я в ней с одним печальным обормотом делила кабинет на два стола, мы жгли на производственные темы и про сельскохозяйственный вопрос, расписывали посевные схемы и трогали за вымя тощих коз. Коллега мой, исполненный смирения, сдавал наутро свой материал о важности живого удобрения, а по-простому про коровий кал, про комбикорм, про крупные масштабы и взятые до срока рубежи. Здоровались у магазина бабы, писатели вздыхали алкаши. Какие лица, полные уродства я видела в райцентре, где завод так засекретил тело производства, что сам себя полвека не поймет, но иногда осеннюю порою приятно втихаря засесть в дому и сочинять чего-нибудь такое, чего сама ей, богу, не пойму, про жизненные странные моменты, про выжатую южную лозу, когда путем в столицу из райцентра, вдруг утираешь смутную слезу. Когда под небом невесомые однажды жили мы с тобой, когда нам пели насекомые в лафонах зелени густой, тогда уже в часы вечерние не стал являться странный звук, как бы листвы в сердцебиении передавалось пальцем рук. В те дни, измученная мыслями, еще невнятными уму, я поднималась между листьями, брела в мерцающую тьму, за огородами капустными шли помидорные поля, и было и светло, и грустно мне, и вся земля была моя. Зоопарковый ласковый гризли и смешной полосатый койот постарели, на пенсию вышли, на стемейке сидят у ворот и выходит зачуханный дворник в тот же двор, опустевший глухой, как какой-то сибирский затворник в нашем старом дворе за рекой, там на сером раскатанном поле мяч гоняет с утра детвора, его ловит медведь от футболя, чтобы мяч не сбежал со двора, вы играйте, играйте, играйте на земле во все длинные дни, все игра бесконечное счастье, голубые ворота одни. Вот стихотворение освященное Филиппу, моему уникальному мужу, прекрасному поэту, переводчику, с которым у нас всякое бывает, два поэта в доме, как говорил Филор Прос, «A right is born, the family is gone». Ну, то есть понятно, что рождается писатель, семья идет прахом. Вот, у нас сразу двое. Как долго собирались, выходили, букет, конечно, дома забывали, как ссорились, как в зеркало смотрели, вернувшись за букетом, как молчали, как по дороге ты уткнулся в книгу, как запропала с адресом бумажка, как в зеркальце шофер косился дико на психов, как свистела неотложка, мотал кварталы тьмы зеленый счетчик, звенел в стекле серебряный бубенчик, один на свете ты поймешь мой почерк с его избытком русских поперечек. Когда над жизнью прожитой в пустую поднимется душа в зиме в зиме стальной и эту клетку старую грудную оставит то, что раньше было мной пускай язык заговорит в итоге на самом высшем птичьем языке пошли мне друга для пути дороги чтобы болтать о прежней чепухе пошли мне друга всемогущей божий пусть говорит о доме где подъезд о двух истертых тапочках прихожей мне это никогда не надоест птичьем в осеннем сквере музыканты пьют водку после похорон молчат полдневные куранты в траве лежит аккордеон вот так бы умереть чтоб кто-то забацал музыку родне а после из кармана штопор достал и выпил в тишине глядишь и небо просветлело над колокольней городской и можно снова по одной стаканчике бумажным белом стихотворение с названием осень с фонариком спускаюсь ночью в сад чтоб посмотреть как хризантемы спят лохматые растрепанные ветром веду зеленой дремлющей страны на корточке присевшую стены прислушиваюсь к лепесткам и веткам такая ночь царит в моей стране что хочется побыть наедине с осенней тьмою на земном породе здесь дышится спокойно и вольно здесь влюблено дюнка веретено кусток цветной рябины у дороги вступает в силу розовый рассвет придет рабочий из прошедших лет и время жизни вырублено в кварце нам зажигают новую зарю в таком добавляя словарю где мы с листвой навеки постояльцы шмели пчелы медные жуки и божьи коровки сверчки и звонкие цикады в мир цемилом спасибо что мы были что мы есть что я могу на корточке присесть перед родным и мне созвучным миром ностальгия я при слове ностальгия вижу времена глухие всю советскую муру папу возят на допросы я таскаю папиросы на свидание в тюрьму там такие были лица будто век прошел в темнице и обуглили черты там ковались приговоры кто на нары до упора кто в афганские ряды сколько раз скажи эпоха в мире не было там плохо будто взяли в неближе точка точка запятая вот и рожа вертухая и довольно врать уже тринадцать лет с буканкой хлеба из магазина я брела и подняла глаза на небо с тех пор там вечность утекла шла белых облаков из кадра куда-то мимо дома вдоль воздушного антитеатра за огородный чистокол и медленно пройдя по краю по стекленеющим прудам туда где улица крутая они остановились там все мне мерещится на свете что кто-то смотрит вниз легко и видит девочку берете вот это только и всего нам перед тем как водяру пить или забить на все с другом бы что-нибудь обсудить ночь ночь старотать еще и насмотреться на всю красу чтобы дышала грудь жизнь словно девочку за косу господи потянуть что нам бояться вот серый взор свету глазного дна жизнь не страшна если есть разговор или не так страшна по желтевшим конверте осени есть билет на последний сеанс на пейзаж с голубыми березами городской годовой декаданс в раме вечера пятна и линии расплываются от фонарей ходит жизнь моя ты не покинь ее а в ладони возьми и согрей пусть там облако белое облако на просушке висит в стороне и простой как абстракция полота весь пейзаж просыхает в окне ни к чему нам на свете печалится где стоит голубая вода засыпай это ветер меняется это белая лодка качается тихо-тихо туда сюда судный день 1973 года в начале жизни школу помню я такой момент учения вернее учительница с самого утра сказала пусть к доске пойдут евреи стоял октябрь отбрасывая тень на школьный двор с бетонной площадкой стоял на свете детский судный день и в нем было шестерым пальцам несладко учительница черт бы ее взял тот день речами полными металла крушила сиамистов наповал и на врагов отчизны намекала но разве был врагом Аркаша Грин из класса самый лучший математик орая Коган в чем виновна блин была она коса и белый бантик скажи мне Боже ну с какой балды все соученики в огромной массе то утро как набрали в рот воды пока мы у доски стояли в классе или вот так вернуть тот день и вновь восстановить подробные детали спросить всех остальных учеников зачем вы с нами у доски не встали стихотворение о любви когда томительную жизнь с лихвой переживу перелистаю до конца бумажную листву то на пороге тишины скажу простую речь про всю любовь что на земле мне выпало сберечь проглянет солнце в вышине чтоб разогнать туман потянется над головой гусиный караван на полминуты озарит мир стареньких дворов где выходила к нам одна река из берегов опять тропинка побежит сквозь суходольный луг откуда лишь рукой подать до тех речных излук до каменистых берегов до скошенных полос в сыром рассвете до твоих продымленных волос я не знаю любовных прекрасней строк чем твое драгоценное имя повторенное трижды на запад восток и на север с дождями грибными это вызревших яблок садовая ночь глухомане в осеннем тумане полумесяц скользит вдоль заоблачных рощ это я прихожу на свидание почему-то досталась мне странная страсть те же сны пересматривать вкратце пробуждаться где сыплется яблочный сад светлой памятью в рай возвращаться ошиваться в ночами под яблочный звон и без всякой понятной причины до скончания теплых щадящих времен этот мир собирать воедино что долгих лет со смерти блока что долгих белоснежных зим а мы все помним слава богу плащ незнакомку желтый дым ночь улицу фанарь аптеку крик паровоза взмах флажка лицо худого человека с прозрачным взглядом старика это мы можно назвать литераторские мастки два стих трения про Хадасевича вот следующее под вечер Хадасевича читая при свете лампы креслю себя нет нет ты и подумаешь какая трагически красивая судьба сверкала льдом морозная столица серебряный блистал огняный век а после холод бедность за границей чтобы себя проверил человек как жалко что так мало остается от этого всего в конце концов путь эмигранта и первопроходца четыре тонких книжицы стихов и только на минуту поразиться спустя полвека чья-нибудь душа и на минуту мир преобразиться у праздничного злого рубежа еще одно ему же выживут прекрасные стихи мрачные классические строфы надо только сдохнуть от тоски посреди сверкающей Европы чтобы жемчуг принял блеск тугой есть рассвета узкая полоска понад сеной злая бровь дугой и ни с кем ни с кем на свете в доску тогда лет так через пятьдесят без толку шатающийся призрак совершит такой же променад понимая этой речи призрак так любить чтоб смерти не бояться видеть облетание акации желтенький взметающийся сорт так любить чтоб дворовой колодец где гуляет ветер царедворец был как золотой монетный двор взгляд все соберет как дельность тряга и все стерпит белая бумага та что подытожит все дела жизнь пройдет нахлынет память здрасте господи ведь это же было счастье потому что молодость была гиптик первое легкая вьюга прогулки к тебе после того как закрыли метро детское облако дыма в трубе как серебро по пешеходной полоске моста над замерзающей серой рекой над некрасивыми глыбами льда и на другой мне бы к тебе дотянуться пусти я не ревную тебя хоть убей греть без замерзшей пальцей в горсти у батарей ночь будет длинная ночь до утра восемь несчастных счастливых часов скажешь малыш судьба и сестра но не любовь второе я хотела с тобою побыть твои губы губами ловить твою руку держать до конца от любви улетать в небеса на короткий один интервал дал господь этот свет этот пыл в левом в ребрах горячий металл так сказать ничего не забыл ты ушел и унес белый свет темный свет мне сияет изред я устала устала в дыму все последует бежать твоему отсюда взгляд на склоне лет в случайном легком теле на небо и на белый свет природы рукоделья когда бы речи горячи как у скворца на крыше и все равно скворчи скворчи гортань летучей мыши поется сладко на веку но не понят народу что мы с природой не в торгу а в упряжи на годы об этом верхний изнот на ультразвуке речи скрипи скрипи горячий слов мой легкий человечек зачем никак не сбудется мой сон где все мы в теплом доме за столом горит вино в узорчатых стаканах за окнами октябрь во весь охват промсает воздух яркий листопад блестит калейдоскоп из луч стеклянных мы празднуем вино тепло еду природу в вывядающем саду что краше молодого первоцвета там молодость сгоревшая в страстях а здесь основа мира и костяк о как же нам не праздновать все это ах почему бы пчелам в теплый день когда сияет солнце плещет тень на солнечной поляне не слететься вот одуванчиковое вино вот сладкого бюнта веретено децентра вот похожее на сердце я знаю нашу жизнь наперечет дождь превращается в упрямый лед натруженная капля точит камень смыкаются начало и концы все за столом сидят горят венцы все-все уже навеки свет и пламень ах встретиться бы с вами ты любим и вновь по одиночествам своим надолго разлетится дикий улей выкуривай нас время из гнезда равно мы будем пчелами всегда цветов любви прощай нам тарауле последнее почитаю до встречи до встречи до встречи в знакомом дворе где девочки вниз головой висят в сентябре на детской площадке и видят как по пустырю проносят кого-то в не очень нарядном гробу на детском снаряде висят они вниз головой пиле трусами среди перекладин стальных и что-то наверное есть в перспективе такой когда сверху вниз как на мертвых так и на живых сейчас подворотню свернет небольшая толпа соседские тетки отплачут и я докурю прощальную музыку вынесут прочь со двора до встречи до встречи я им говорю спасибо это совершенно прекрасно но я надеюсь что вы еще почитаете может быть просто вам легче сделать перерыв может быть у зрителей есть вопросы ну как-то я мне кажется достаточно почитала особенно мне кажется что лучше вопросы возможно чтобы я приглашаю да приглашаю слушаться и задавать вопросы у меня было такое что ну я читала вот когда в Израиле меня совершенно поразили там мои друзья которые каким-то образом помнили еще мои стихи но меня не ожидают от всех там были очень старые друзья с которыми мы как бы буржевались в 90-е вот когда я приехала я приехала в 90-м году и прожила там ну почти три года вот ну и как-то мне кажется что в общем-то по-настоящему взрослым человеком я стала именно в Израиле приходилось работать на двух работах при этом я не переставая писала стихи и это было всем очень смешно потому что ну да я казенила казенила ульпа когда я писала я соответственно не доучилась в общем вот чтобы писать когда потом началась война в Персидском заливе и у моей подруги Лены Генделевой с которой мы кстати чудесно встретились вот сейчас она была на моем юрусалимском чтении собралась большая тусовка там как как раз как-то Миша Генделев в Царствие Небесное он был в армии в ту пору и вот он вернулся из армии на побывку буквально там на несколько дней ну еще кто-то там кто-то был так сказать призывали ребят из резервистов да вот и я не дошла до их квартиры потому что до их дома они жили так в общем не очень далеко но надо было через весь город пилить и это шла война да и вдруг началась эта сирена когда мы вышли и сирена действует так что ты я не знаю как живут украинцы они уже невероятно смелые люди для меня эта сирена действовала больше вообще чем даже представление ну в общем было довольно страшно и жутко вот и и все значит там где Катя почему Катя не пришла что он говорит почему вы волнуетесь говорит Гендарю Катя сидит в противогазе и пишет стихи то есть про меня значит и так и было в общем так оно в общем более-менее было да но не прямо так сказать одновременно все так сказать когда сирена была я ничего не писала я слушала она переставала выть потом объявляли по квадратам так сказать у нас вся территория Израиля была распределена на зоны где бьют где в этот момент летят ракеты вот где надо сидеть где можно уже выходить мы там комнаты обклеивали но Гендарю очень смешно так сказать потом мы с ним встретились и я ему говорю Мишка ну как ты это все переносишь там стреляет ну конечно стреляет говорит такой маленький я зарываюсь как это самое как такая сурок такой зарывали в песок только попа торчит вот был человек чрезвычайно отважный надо дать ему должное побывал на всех войнах какие там были вот ну и другие друзья мои в общем там воевали вот потом моя дочь вот совершила такой скачок невероятный вдруг в девятнадцатом году рванула в Израиль сделала алию и пошла в так называемый кипад Барзель это железный купол ракетные войска которые защищают небо Израиля да как бы а вот после чего много там всякого было тоже вот сколько сколько ей лет дочери сейчас двадцать четыре уже ага да тогда она была помладше но она вообще была одна из старших там потому что она еще какое-то время здесь училась сначала сейчас я приоткрою окно а то сбавилась уже ушел уже вот и когда я что мне было невероятно приятно пока я была в Израиле сбылась мечта идиота она ходила со мной на все мои чтения и это было вообще совершенно прекрасно потому что вот перед тобой сидит вот эта красавица и влюбленными глазами смотрит на тебя в это время восхищенными какими давно с детства не смотрела я и говорила но потом мы иногда читали стихи по кругу у нас были такие вечеринки замечательный поэт Феликс Кармакс есть сбежавший опять же из рэпи Геннадий Каневский замечательный тоже прекрасный поэт Женя Никитин мой давний друг который уехал еще слабого до войны там по личным причинам вот мы собрались читали у Яна Рохвергера стихи почему я об этом говорю потому что Израиль потому что Соня Соня она просто у Феликса были она говорит я все я спросила ее Сонечка ты ну как бы у нее русский все-таки не родной язык у нее первый язык английский второй французский надо сказать а русский у нее значит на третьем уже месте она ходила в французскую школу и поэтому было очень смешно но она при этом очень хорошо обучилась русскому в Израиле в том числе от своих друзей которые армейских друзей там было полно конечно людей приехавших из разных мест ну из Украины из России вот и она освоила как бы все лексические слои надо сказать вплоть до русского мата вот но она в общем она сказала я все абсолютно понимала кроме стихов иногда у Феликса Хармадса там виды оружия очень интересные что ребенок непонятные она она-то хорошо знает виды оружия они ее очень заинтересовали она говорит что у нее заверковка там вот спрашивала меня значит девочка вот пусть он меня пояснит но у нее там она сменила несколько видов оружия вот очень каждый раз хвасталась там сначала у нее был М-16 потом у нее было еще что-то такое вот и она мне значит показывала все эти посмотри какой у меня какой замечательный автомат вот и рассказывала как она спит они под Бершевой были в пустыне я говорю Сонечка а там же ну как же вы спите в пустыне говорю у вас какие-то там постели какие-то постели мама мы спим на камнях там автомат под голову вот и этот ребенок который вырос в таких тепличных условиях тепличных условиях конечно я помню ваше стихотворение израильского цикла там дочь там строчка дочь и время заканчивается словами там что такое сердец на бога которого типа нет но который говорит глаголит каждым словом ну вот такой вот который его устами это Алеша про Алешу Цветкова окончательные окончательные строки были где мой друг бредет за вином Маколит да ну Алеша вот приехал в Израиль там прожил какое-то количество лет я была на его могиле спасибо еще раз там Феликсу Хармацу который благодаря усилиям которого поставили прекрасные там хоронят так сказать в стенах и есть памятная доска вот ну вот друзья мои в общем я думаю что если у вас какие-то есть вопросы еще то раз ребята спрашивайте да я-то спрашивала вы всех замьютили так вы раз у всех есть возможность себя размьютить у каждого да есть такая возможность можно можно задать можно задать Кате немного вопросов здравствуйте рад вас видеть живем живем да вы осознаете кто я да я вижу ваше имя да Катя хочу вам сделать как такой прирожденный сексист комплимент так вы в жизни вот сейчас да в зуме очень обаятельно а вот на фотографиях которые появляются в фейсбуке там почему-то такое жесткое местами суровое лицо не знаю кто вас так снимает нет дело есть разные фотографии я немножко дело в том что лицо у меня подвижно как у обезьяны и неудачные бывают вот моменты когда ну не все я так сказать все нормально главное что в жизни обаятельное привлекательное а вопрос у меня вот какой с поэзией даже и не связан все понятно в вашем кругу а точнее вот то что мы называем close proximity да да каково отношение к этой ужасной войне ну как вы думаете почему как я как я думаю вы вы же из Кишинева а не из Одессы но я хочу почему я задаю этот вопрос потому что у нас в Новой Зеландии к сожалению большинство русскоязычных людей оболванены примерно так же как те кто там смотрит зомбоящик 24 на 7 у нас да вот в моем кругу среди близких среди настоящих друзей стало в порядке а в целом напряженная молчаливая гнетущая ситуация и если кого-то возьмешь так фигурально говоря к стенке прижмешь и спросишь то они говорят я поддерживаю Россию вот такая такая фуйня как у вас нет но у меня как-то я не имею ввиду ваш узкий близкий ближний круг в ближнем кругу у меня нет сомнений я имею ввиду ну в целом вы же можете как бы оценить ну я не знаю Бостон с Украиной мне кажется что если кто-то есть вообще оплоумевший спятивший то этот человек от меня прячется я его просто недосягаемость потому что мне кажется что мы все с Украиной наверняка то есть наверняка так сказать есть потом вы говорите я из Кишинева я не совсем вы может пропустили начало я в общем-то выросла в селе на Донбассе я выросла Ливенка она же Макеевка они перетекают друг друга вот многие мои друзья в общем ну Кишиневка понятно что все мои друзья Кишиневские конечно на стороне Украины тут однозначно вот а кого кто-то ну вот в России другое дело там были у меня какие-то знакомые да знакомые не друзья и они и тут стало экранировать они пошли вас русскому кораблю ну слава богу если это так да в ваших краях понятно спасибо 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 Григорий еще есть вопросы ребята я могу сказать что насчет Бостона я подтверждаю если кто-то где-то есть то мы их в общем особенно видим и не видим поскольку они где-то на периферии возможно в Новой Зеландии ситуация заключается в том кто когда откуда приехал в этом наверное есть некоторая разница да тоже смотрят те же медиа если вы мне дадите парочку минут да я объясню то есть насколько я это понимаю почему у нас выживались на карте дело в том что эмиграция в Штаты в Израиль в Германию ну давайте мы про Штаты вы же в основном штатные люди она же у вас была в общем-то этнической и поэтому много наших людей с нормальными мозгами и правильным отношением к миру уехали а у нас она была профессиональная вот так называемая point list system поэтому приехали кто угодно кто угодно приехали вроде бы с образованием для того чтобы получить пройти этот фреш-холл да и набрать баллы вроде надо образование опыт и все но мозги вот история семьи менталитет это все печально печально не у всех не у всех конечно но есть если я скажу что мы что мы в меньшинстве это не будет привлечено понятно ну держитесь ну что это всегда требует гражданского мужества я принимаю вас Григорий конечно держитесь Саша Рудкевич да ну что Саша Рудкевич у тебя вопрос да ну во-первых так я уже отмьючен да отмьючен Саша ты да ты сам да да ну во-первых я хочу заметить Григорию что вообще-то Катя в жизни вот визави в общем-то еще более миловидна чем в зуме так что да так что зум это в общем не критерий не было у меня такого счастья ну понятно сочувствую сочувствую вот живую вижу а живьем пока Катя а вот у вас есть стихотворение о Венедике Ерофееве он там у вас такой живой вы его знали нет нет к сожалению не знала мой муж когда уникли в институте уже когда Венедикт был совсем ну он уже этим аппаратом был вот они ему устроили выступление и мой муж ну как сказать не знал но он по крайней мере видел его я не имела такого счастья вот Оля Седокова его знала дружила с ним вот я его знаю наизусть могу кусками цитировать Москву Петушки но я вообще все люблю это мой можно сказать любимый писатель поэт я не знаю как сказать тут трудно сказать потому что конечно Москва Петушки это поэма вот великая поэма да еще можно один вопрос а вы не иллюстрируете вот скажем журнал вы же очень хорошо рисуете как я погляжу я плохо рисую вот это могу нарисовать по-моему замечательно мне нравится спасибо да ну а в Нижний Кагил вы попали ну просто потому что из-за антисемитизма в другое место не получалось да и это одна из причин у меня дело в том что мой отец шел по делу диссидентскому и уже когда я поступала в ту пору было в общем он получил 8 лет в результате в 79 году один год ТЗ тюремное заключение и 7 лет лагерей вот и ну в общем у нашей семьи была репутация то есть я там никак бы не поступила вот я перевелась правда чудесным совершенно образом в Кишиневский педагогический университет на третьем курсе вот и заканчивала его потому что в Тагиле я бы загнулась просто там была невыносимая жизнь хотя я много поняла про мир будучи там вот надо дать должное в те годы еще можно было учиться чему-то да и даже если было чудовищно плохо все равно вот какой-то работал мотор который сопротивление материала какое-то вот возникало но там у меня тоже были всякие неприятности с некоторыми властями в этом Тагиле тоже я какие-то клеила листовки какие-то газеты я была редактором газеты которую я Регина может быть помнит а может не помнит но я даже не знаю упоминала ли я я была помешана на польских поэтах вот я их читала не в оригинале но я пыталась читать в отличие от Регины которая в совершенстве знает польский переводчица с польского языка и пишет по-польски но я была заворожена и пыталась их читать по-польски тоже вот это потом я уже учила славянские языки и стала читать в оригинале а тогда еще в переводах конечно и вот моя газета в честь победы к 9 мая была вся посвящена польским поэтам туда я еще присобачила стихотворение песню ахуджавы про Агнешку да которую все знают Агнешку Асетскую да вот ну вот и меня за это сильно потрепали потому что еще хорошо помнилось там в общем не любили этого ни Польшу ни как я ее любила ну а потом началась моя сумасшедшая любовь к Вайде и бесконечное смотрение его фильмов у меня есть стихи даже где я Польшу называю родиной у меня кто-то из кредков по бабушкиной линии из Польши и ну и конечно у нас был тост который конечно и у вас был наверное за нашу нашу свободу польская не сгинела вот мы конечно дети другого поколения но я помню грохот танков я помню как бы ребенком я слышала они шли через нас через город предки у нас у всех я думаю из Польши у меня в основном из Румынии из Украины по папиной стороне мы из Одессы моя бабушка по маминой стороне по маминой линии она была внучкой дочкой известного украинского в Украине живущего под Одессой Равина вот другие все из Бессарабии так сказать Бессарабия земляки у меня все корни оттуда да Румыния вот и меня сейчас принимает у меня акцент по-английски как не смешно но он не русский а почему-то я его изжила свой акцент у меня был такой так сказать немножко молдавский акцент но я там произносила открытые где надо было е говорить вот и шепеля такая шепелявость такая поскольку в румынском языке очень мягкие шепельщики и так сказать певучесть у меня была такая молдавская я дифтонгизировала если вы знаете что это такое я говорила например осень а осень да это очень по-молдавски звучит для меня да мы дифтонгизируем и моя бабушка всегда которая была профессором французского языка мне говорила нельзя там французский когда учили надо о она меня учила говорить о при том что у нее румынский тоже был родной она высправляла мою дифтонгизацию но со временем вот я живя с Филиппом он поскольку у него такое чисто русское в Москве он учился и у меня прошло это по крайней мере я его сама не слышал питерцы почему-то иногда слышат что я откуда-то не из Питера а вот другие нет понятно Катя вы двуязычный поэт правда вы же по-английски тоже и по-английски пишете и преподаете литературу как вы дошли до жизни такой как это же все-таки не родной язык как расскажите секрет как можно достичь таких высот я не знаю мне кажется вот поэзия одна это какая-то платоническая форма чтобы писать по-английски ну у меня бывают нелепости там или артикли пропавшие которые легко поправить ну в общем но в принципе это платоническая форма ты когда пишешь на одном языке ты можешь если ты знаешь другой ты можешь на нем писать вот я никого другого языка так хорошо не знаю чтобы еще писать но я знаю поэтов которые могут и на трех языках писать вот это в нашем в нашем уже очень таком мире слившемся где границы в Европе разделены и это довольно такое неуникальное явление ну и среди опять же людей приехавших сюда молодыми вот начала писать в каком-то 97 году первое стихотворение написала и вот тут же напечатали там какие-то большие журналы даже сразу стали меня печатать вот и мне было тогда хорошо потому что мне трудно писалось тогда по русски русская поэзия было в ней нечто для меня сейчас чтобы меня было видно чтобы не был один Рембрандт я включу лампу вот но мне очень нравилось писать я объясняла кому-то русскую поэзию в тот момент мне казалось ну я так исчерпала я много так писала и я знала вот я когда что-то пишу вот это не ново вот здесь я повторяюсь вот здесь я здесь я у кого-то заимствую да хотя это в общем не грех но здесь я на кого-то похожа а английская поэзия вот когда я писала по-английски это такое было небо до создания самолетов вот ты так сказать летишь как бы у тебя первый самолет ты можешь вообще лететь направо налево как говорит Венечка в своем романе в своей поэме говорит ну куда идти говорит ну пойди Венечка направо или пойди Венечка налево а все одно просто иди Венечка вот у меня вот я могла лететь свободно вот со временем такая конечно вот эта вот свобода она пропадает ты хочешь качества большего и ну как во всяком жанре у тебя появляются уже какие-то критерии там к себе там какие-то но мне очень хотелось вот что я не могла никогда делать по-русски я не могла писать верлибром то бишь свободным стихом белым стихом можно а вот я не могу не метрическим стихом писать а вот по-английски поскольку вот прецедент такой глубокий и такой мощный мне стало возможно писать и некоторые стихи у меня есть совершенно формальные как бы написанные в метре с рифмой и так далее вот а некоторые стихи у меня есть верлибры просто и они хороши но они мне нравятся до сих пор это какой-то наверное показатель чего-то вот Алеша что вы делаете с действительно пропавшими артиклями вот хорошо вот здесь артикль ну как бы кто-то это редактирует ну кто-то если вам попадаются такие блохи да конечно да я могу показать Филиппу который у вас совершенно английский язык такой же как русский я могу показать Соне своей вот я написала даже вот несколько стихотворений вот у меня были по-моему четверку стихотворения о войне просто потому что ну как-то мне хотелось этому миру тоже в котором я живу сказать вот там не было никаких в общем ошибок по-моему пару раз и артикль какой-то действительно просадила но там оно у меня как бы бывает когда у меня есть вдохновение оно естественно и легко они все формальные при этом вот это вдохновение это вопрос вдохновения а вот по-русски я даже вдохновение уже не ищу я просто как наркоман который или скорее даже не наркоман как как некий такой человек отгоняющий хаос и смерть я просто сажусь и пишу и не знаю что будет с этим получится не получится спросила Яна Раухвергера который вот огромный опыт человек с 42 года рождения я ему говорю Ян он же это же шедевр вообще то что он вообще картины я говорю у тебя бывает вот что бывает у тебя что происходит если картина ну вот не идет он мне сказал очень интересно подтверждая мои догадки но добавил потом свое он сказал но я ее на какое-то время ставлю мордой к стене потом через какое-то время я ее поворачиваю и вдруг понимаю что здесь не хватило одного пятнышка солнечного тут у меня бывает такое что вот раз и что так кликнуло вот я прямо как вол работаю как вол я стихи переписываю по 60-70 раз друзья свидетели я могу переписывать в общем и как говорил Оден нет стихотворения законченного есть стихотворение оставленное то есть предела совершенства нет но в какой-то момент выходит книжка даже я умудряюсь потом переписывать то что я в книжке напечатала вот здорово замечательно друзья еще вопросы есть Регина вот я вижу Регина Катюнь у меня два вопроса но я их объединил для людей которые этого не знают я с Катей по-настоящему дружу только последние пять лет и дружу уже так серьезно что я на протяжении всех этих лет кроме вот последнего года по моим личным причинам я начинала утро не вставая с постели с Катиных стихов и потом конечно все что она печатала все что она издавала я читала всегда все и очень серьезно как поэзия и вы наверное знаете что количество лайков у Кати было больше чем у всех остальных русскоязычных поэтов вот в эмиграции и великих поэтов в том числе вопрос номер один скажи пожалуйста у тебя сильно уменьшилось количество твоих поклонниц в основном это были дамы в основном не только конечно я не думаю что уменьшилось число людей читающих я потому что они меня разлюбили есть у меня на это объяснение люди сейчас находятся в совершенно диком стрессе это я понимаю да и меня читали в России меня читали в Израиле и в других горячих странах где сейчас просто люди ну во-первых не совсем легкий доступ у них к этому там VPN всякие вообще появились с другой стороны просто людям ну вот понимаете ну сейчас может быть не до стихов я думаю Региш потому что ну пишу я да они откроют в любой момент и прочитают еще потом когда-нибудь да а сейчас им нужно думать выживать каждый день каждый день с собой справляться вот для меня это способ жизни и думания и думания Катюш ты объясняешь это я хотела просто услышать от тебя уменьшилось ты сказала да уменьшилось у меня есть свое объяснение но это слишком серьезный разговор мы с тобой отдельно обсудим второй вопрос у меня есть я должна признаться что твои стихи вот за последние полтора года мне нравится больше чем многие твои стихи за те четыре года они мне очень близки не только по теме по теме конечно потому что я живу в проблемах общих войны но еще и потому что меня жутко травмировал травмировала русофобия которая появилась в наших рядах скажи ты страдала от этого кто-нибудь тебе вот гадости говорил что нельзя сейчас писать нельзя публиковаться в России нельзя писать и я очень болезненно на это реагировала хотела у нас не было с тобой возможности даже поговорить на эту тему бог миловал я в какой-то момент но я вот слышала вот истории про украинских поэтов которые отказывались читать стихи там рядом потому что там русскоязычный был вот и я боялась наверное тоже что со мной такое тоже произойдет и мне все время напоминали какие-то люди говорили у нас в университете нашим свободным это наша такая общая тема на которую я всегда отвечаю что воюют не языки воюют страны была гражданская война война за независимость извиняюсь в Америке не воевали языки язык был один вот я в какой-то момент сказала своей дочери который наверное вот сейчас в настоящий момент больше количества украинских друзей чем у меня хотя у меня есть но я это не личные друзья они живут в Украине да я говорю Сонечка я какой-то был такой крайняк на меня нашел что ты знаешь мне говорю стыдно перед этими людьми что я боюсь не отнимаю не взортирую или я их горе еще пишу об этом по-русски она говорит мам она мои стихи некоторые ставит на инстаграм вот и поскольку у нее там какие-то сотни тысяч она же модель она говорит меня благодарят украинцы скажи маме спасибо я была в совершенном шоке ты говорит делаешь большое дело я говорю да я вообще ничего не делаю как бы потому что стихи пуль не перешибут она говорит мам поверь мне все эти люди они вот она только что там встречалась с мальчиком в Израиле который приехал буквально на месяц туда повидаться к родителям и опять уехала в Украину воевать и она говорит он меня благодарил за твои стихи украинец вот у меня снялся этот вопрос ну и конечно вот еще я хочу сказать одну вещь я стараюсь написать так чтобы мои стихи вот есть стихи написанные от лица и в помощь и со всем сердцем так сказать людей сочувствующих Украине но они написаны так как будто их писали просто поменяя знак это будут стихи поэтов там столько ненависти и такие клыки и столько крови на зубах вот я думаю стилистически и я об этом говорила там в своей лекции тоже я читала лекцию в Соборном университете стихи не всегда говорят в прямую они тоном говорят вот наш тон не может походить на зверский тон ублюдочный тон звериный оскал со звериным оскалом поэтов там ненависть там угрозы там потрясание оружием и знаменами да вот стилистически мы не можем мы не можем писать в этом тоне мы мы свидетели или мы как Саша Кабанов или как Ира Евса мы как сказать люди которые находились в Украине находятся мои студенты Влад Левченко и еще другие но мы не они мы не они точно вот по этому тону и поэтому они понимают что я я не узурпирую их более их несчастье их беду а я просто свидетельствую я просто сопереживание существует они его очень ценят и в своих стихах это есть да я очень ценю в твоих стихах последнего времени да спасибо да потому что конечно этот вопрос возникал но у меня ни разу не было слава богу да не было вот и русофобию я как раз имела ввиду не русофобию которая естественно а русофобию у нас и для меня это очень болезненный вопрос да да я задала вопрос приходилось ли тебе с этим столкнуться нет нет не приходилось слава богу я слышала что люди некоторые там а вот но как-то не пришлось бы но если если кто-то начинает даже гнать какую-то русофобскую ересь не по делу да ну зависит кто и как да ну некоторых можно понять да в Украине людей ну можно я не по Украине я говорю да я среди здесь но я просто говорю отдельно так сказать уже как отдельный случай что так сказать ну вот когда там пена на губах уже с пеной на губах можно понять вот это тоже тут мы как бы окей я вас как учат нас эти психиатры validate да вот они говорят валидируйте да валидируйте мы вас понимаем ребята ну еще бы а как как не понимать да вот ну это другое здорово Леня Хаславский я вижу у тебя вопрос Катя огромное спасибо вы слышите меня? да Катя огромное спасибо вам за творчество я знаю что у вас есть много замечательных стихов об Израиле например одно из последних стихотворений Путь в Иерусалим вы можете пожалуйста прочесть что-нибудь из этого из этих израильских стихов сейчас я попытаюсь найти его это потому что я его где-то Путь в Иерусалим да он 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 Как вольно я гуляю по стране Как будто по музею в тишине И здесь учу я живопись дороги Природа тем для сердца хороша Что за просмотр не просит ни гроша Все щедро просто так дает в итоге В мелькании молнии сумрачной грозы Сверкнут рога шагаловской козы Молочница на облаке уселась Густое молоко течет в ведро Неистребимы красота, добро Свет побеждает пустоту и серость Пройдет гроза, стечет ее в гуаш Тогда разуй глаза и пой пейзаж Из капель он на паутине соткан Кой вечный город к небу по пути Кой ливень жизни, что прошел почти Но через годы памяти блеснет он Мы действительно, спасибо Совершенно невероятное лето какое-то стояло Значит в Израиле, когда я там объявилась Вдруг в июле гроза в Тель-Авиве Люди говорят, у нас спейсаха по какой-то Они там назначают какой-то там до Нового года По-моему, не бывает ничего Подожди, в Иерусалиме просто хлестал ливень С грозой полтора дня Такого столя не было, но да Ага, да И там совершенно озверелые, озверевшие Иерусалимские кошки Очумевшие от этой грозы Метались, значит, забегали к нам Я жила у своих родных Он из Днепра, а она из Львова Она украинка вообще Вот там у меня про них есть тоже стихи Я прощалась, прощалась, прощалась Как мы песни пели Она пела украинские песни И соседка у них была из Украины Значит, из Херсона, кстати Вот Тоже, значит, приходила к нам Я там неделю прожила А этот, значит, домик, он на земле И садик, и там абрикосовое дерево И вот бесконечное количество Потому что они очень добрые Они прикармливали, прикормили всех соседских котов Так эти коты все ринулись Когда пришла гроза в дом Вот И мы потом долго от них не могли избавиться Там весь дом, значит, был заполнен Особенно там был один противный Такой крикун Которого потом, значит, поймали Костилы Ну, когда они уж совсем такие вот безумцы Он все время орал Вот Он им устроил там бегание по стенам По потолку С криками Ну, вот Ну, вот Ну, поскольку Шагал там Конечно же, все знают витражи Шагала в Хадасе А вот То Там, конечно, Шагал вспоминается Да Ну, наверное, даже не только поэтому Да Спасибо, Ефим У вас вопрос Да, да Да, спасибо Меня слышно? Слышно, да Окей Спасибо, Катя У меня вопрос для разнообразия технический Вы упомянули верлибер В стихах по-английски И у меня вопрос связанный с переводами Значит, я, в общем, в контакте С порядочным количеством американцев Переводчиков У меня такое впечатление Что Это как бы Немодно Переводить стихи Которые в оригинале Скажем, с рифмами В определенном размере Их Можно вполне И даже Желательно Переводить Вот какие-нибудь там Верлибру В частности, скажем там Если переводить Ахматову, например Я очень хорошо поняла вопрос Вы можете так долго его не разжевывать Да, да Но я чувствую себя иногда белой вороной Я перевожусь в десяти языков И как бы я стараюсь сохранить форму Что вы думаете по этому поводу? Это мой вопрос Это вопрос Собственно, не ко мне К моему мужу Который гениальный переводчик Но я отвечу на это Что Какая песня без баяна Какое стихотворение Без выдерживания Формальной То есть по мне Это Ну Это сильная потеря Если не сохраняется форма Ведь форма Это часть содержания То есть она написана Таким образом Почему-то Если бы поэт написал И вы его Эверлибром То Эверлибром Переводи Просто люди не могут Они не умеют Те, кто умеют Вот Как Филипп Но не переводили же Наши поэты Там Левик Или кто-то Там каким-то Ну Это как подстрочник Выглядит Хотя бывают Очень удачные Подстрочники Но как бы Спасибо, что перевели Мы знаем содержание Стихотворения Но дальше Что Но это же не стихотворение Вот Переведи Филипп Цветкова Или Ганлевского Великие стихи Верлибром Так что остается Там настолько важна Вот это У Ганлевского Вот эта классическая форма Вот это вот Держание Тона Держание Так сказать Рубка Вот этой строки Этот напор Да Все То есть это Огромная потеря Да Оно Это просто От От Неумения От несовершенства Ну Я Я очень рад Что у вас такое мнение Но у меня такое впечатление Что это не только неумение Есть люди Которые В общем Довольно хорошо Владеют языком А что это Как бы Даже идеология какая-то Мне кажется Я согласна Здесь с любимым Я знаю двуязычных поэтов Человек пишет стихотворения Ну человек он двуязычный Приехавший в юном возрасте На этот континент Вот Пишет стихи на русском И на английском Пишет на двух языках Когда пишет на английском Одно и то же стихотворение Он пишет Верлибром Иногда когда переводит Самого себя на русский Уже переводит Классической силоботоникой Ну и наоборот Вот такой я тоже знаю Ну как-то он видимо Был воспитан здесь Возможно Катя Пишет ли вы Бывает ли у вас такое Что стихотворение Пишется на двух языках И на русском И на английском Вот у меня бывают Такие дуплеты У меня даже отдельно Есть файл таких Двойняшек Они не совсем переводы Потому что я совершенно Не переводчик ни разу Я не умею переводить Поэтому там всегда Какое-то есть изменение Вот Но они Я как бы тяну тему Ну жизнь одна Сколько там тем у нас важных Там было в жизни Вот у меня есть стихотворение Про школу для глухонемых И оно есть на двух языках А оно чуть-чуть отличается Но в принципе близко По замыслу Вот Ну и ряд других стихов Вот Но вот сама себя перевести Я как бы Пардон Не в состоянии Я могу взять тему И взять более-менее Какое-то общее Общее направление Вот Ну я думаю Что если автор пишет Сам на двух языках То он совершенно свободен Не делать это Таким переводом Который обязательно Передает С одного языка На другой Скажем Боротынский написал Одно стихотворение По-французски сначала Потом его же По-русски И тон совершенно другой Я его перевел Английский С французского варианта Если я переводил С русского Получилось бы Другой перевод Ага Ага Даже Набоков Переводял Элиту В общем С английского Я написал Да Я хорошо помню В предисловии К русскому изданию Пишут Что такой ключ В моих руках Был отмычкой Вот как-то так Когда он сам себя переводил То есть Да Но все равно Так сказать Его мемоары Просто разные Якобы одна книга Но мемоар В большой степени Написан по-разному И с разными деталями Естественно Безусловно Да Замечательно Спасибо Друзья Еще Спасибо Ефим Еще вопросы есть? Можно? Если Я бы Если Если кто-то еще Первый раз Первый раз Не вступал То конечно Кто-то в приоритете А если Это вам решается Друзья Поднимайте руки Друзья Я стараюсь Чтобы просто Общее время встречи Не больше Дву часов было Пригорь У вас еще есть вопрос? Да Можно? Ну давайте Если больше Никто Кто по первому разу Не спрашивал Ну да Катя Ну немножко О кухне О чем? Где вы Пирожки печете Вот Как вы работаете? Вы Пишете Быстро Или не спеша? Даете ли Тексту Отлежаться? А потом Возвращаетесь И дорабатываете? Вот Вокруг этого Ну по-разному Наверное Да Бывают Редкие Какие-то подарки Судьбы Когда Вдруг берется Оно неоткуда И пишется И все И почти без исправлений Но это Я считаю Что это вот как Лотерейный билет Такой вытащил Случайный В принципе Сижу И Часами Там Долблю Потом Оставляю Потом в отчаянии Бросаюсь на диван Думаю Где уже Надо купить У этого черного парня Пистолет Он мне предлагал Там На Гарвардской площади Вот Уже надо застрелиться Потому что Уже сил нет Вот Потом Вот я Ставлю Как сказал Ян Рахвергер Ставлю Мордой к стене И Бывает Счастье Что Проходит Какое-то время Там Пару дней И вдруг Бумц Что-то сложилось А вот Это более обычно Потом я его еще раз Могу переписать 150 раз То есть Это тоже Ну так сказать Поодановски Переписать Или доработать И переписать И доработать И Посмотрела Стихотворения Как Какие-то были Стихотворения Где Очень важную роль Играла Россия В конце И Черт Ее убрала А вот Там Там было уезжать Чтобы в снах Возвращаться Не хочу я Никуда уже В снах Даже возвращаться А вот Убрала Я просто Переписала Кстати Будет так названо Выход из лабиринта Книжка Я так Условно Предполагаю Это сектрение Выход Уход из лабиринта Или выход из лабиринта Я не помню Как оно Называется Но там оно Кончалось Совершенно иначе Там была Последняя стропа Такая Сильно Завязанная На возвращении Каком-то Потому что Для меня Вот каждая Поездка Туда Была Такой Значимой Я Видела Людей Это Была Моя Аудитория Люди Для которых Я писала С которыми Мы вместе Можно Сказать Ну Одним Одними Культурой Дышали Да И Вот Но поскольку Там Упоминалась В общем Россия То Мне стало Просто Как Говорит Моя Соня Это Просто Неприлично Мне Показалось Это Вот И Убрала И написала Другой Конец Придел Мне кажется Более Правильный Вообще Так И Философски Он Более Правильный Вот И мы В общем-то Уезжали Навсегда Вот Я Никогда Не верила Уже Была Перестройка Но Она К счастью К моему Она В Молдавию Пришла Поздно То есть Настолько Поздно Она уже В Москве Там Гремела И там Все Прочее А В Молдавии За моего Папу Который Уже Вышел И отсидел И все Опять Взялись Долго В этих Республиках Некоторых А вот Там Какие-то Поблажки Сделали Там Частный Сектор А какие-то Политические Вольности В общем По-прежнему Были Ну В зажиме А вот И Это раз Два Не Не Хочу Хвастаться Какой-то Гениальный Знанием Политики Или У меня Какая-то Интуиция Была Чертова Что Это Все Ненадолго Вот Что Слишком Большой Ну Скажем Так Слишком Сильно И Долго И Всегда Был Этот Тоталитаризм Что Вот 40 лет Надо Исходить Там Исходить Истоптать Пустыню Да А нам Не дали Истоптать Пустыню 40 лет Ну Тем Кто там Остался И тем Кто туда Приезжал Очень Взяли Так Сказать И Снимай Шестую Ставь Четвертую Как говорил Райкин Да Давай Вернем Все Назад Началась Это Ностальгия Началась Сначала Начинается Ностальгия Потом избирают ГБшника Вот Я это все Более-менее Предсказывала Я говорила Это все Ребята Уезжайте Это все Пока можно ехать Езжайте Это все Ненадолго Это Просто Счастье Нас отпустили Да Вас Сейчас Отпустили Вот Горбачев Вас отпустил Валить Вот И А то мне говорили Куда ты едешь Смотри Перестрой Я говорю Да где Перестройка Вот Я ее Не вижу Вот Моего папу Опять в суд Тягают И говорят Где зарыл Золото Вот Так что Ну про какие годы Простите Говорите Там каждый год Был значим Каждый год Был значим 89 Про какой 89 Ну да Перестройка Уже Была полным Ходом Понятно Большое Спасибо Ленечка У тебя еще Один вопрос Да Катя Я хотел вас Спросить У вас Восхитительные Рассказы Маленькие Как вы Сами Говорите Друзья Отдохните Душой Действительно Отдыхаешь Душой Скажите Пожалуйста Что вам Легче Писать Что вам Легче Пишется Стихи Или Рассказы И вторая Часть Вопроса Всегда Ли в основу Рассказа Лежит Какое-то Событие Реальное Событие Или вы Выдумываете Что-то Вот от себя Спасибо Ой Спасибо За этот вопрос И вообще За упоминание Даже Прозы Потому что А я В Израиле Когда Значит Я теперь Разработала Новый Вариант Чтения Я теперь Читаю Стихи Но чтобы Люди Не померли От Скуки И Драматизма Я значит Читаю Потом Веселый Рассказ Какой-нибудь Ну Не все Мои Рассказы Веселые Но мне В природе Так сказать Вот эта Южная школа Бабель Так сказать Мои учителя Да Вот это Сочетание Кисло-сладкое Да Вот это Сочетание Горя И Вот Что легче Писать Трудно Сказать Что легче Писать Я скажу Что приятнее Писать Приятнее Писать Прозу Совершенно Какое-то Другое Состояние Как говорил Кушкин Проза Требует Мыслей Да И мыслей Вот ты ходишь Ты думаешь Ты вживаешься В образ И писать Я невероятно Трудно Писать Как я Прозу Невероятно Трудно Эти Рассказы Они В принципе Отточены Там Ну То есть Там бывают Конечно Там Можно что-то Поправить Но я их Оттачиваю Годами Люди За это время Роман пишут А я все пишу Один рассказ Я вот скажу И жалуюсь Что такое Что за Беда такая Человек уже Роман очередной Выпустил А я все пишу Этот рассказ Вот Потому что Он мне Вот что-то мешает Что-то мешает И пока Оно вот И Вот сейчас Даст Бог Если выйдет Этот Пятьсот страниц Вроде Книжка должна выйти Не смейтесь В Эксмо Там есть В общем Довольно Либеральные Если не настучат Ничего Будут Выйдет Книга Вот В любом случае Я их напечатаю Выйдет Новая книга Где будет Много рассказов Те которые уже были Те которые не были Повести Там у меня Две повести есть А вот Но Второго Как оттолкнулось От чего-то Все ли это Вот я как Чехов У меня Он говорил Я человек без воображения Мне всегда нужно Чтобы в основе Режало Какое-то Реальное событие От которого Я оттолкнусь А дальше Уже можно Вот Значит Есть Практически Документальные Почти документальные То что называется Фикшианалайзи Докуфикшен Так сказать Докуфикшен Вот А есть Нет Фантазия Так сказать Много Сочинено Особенно Рассказы От третьего лица Вот Они В общем Это фикшен Да Но они Основаны Я не могу Вообще Так сказать Чтобы вот Ничего Это не было Где-то Со мной Прямо Чтобы оно Не прошло Так сказать Через сердце Где-то Это вот такая Вот нитка Которая должна Была где-то Пройти через Ушко сердца В каком-то Месте Где-то Что-то Из этого Главное Должно Было Произойти Со мной Каким-то Образом Вот И Тогда Получается Рассказ Потому что Я знаю Где эта Болевая Точка Где Нажать В рассказе Что важно Вот Картасов Очень хорошо Хулия Картасов Говорил Сейчас Если кто знает Бокс Поправит меня Ногдаун Нокаут Он говорил Роман Побеждает По Нокдаунам Ты Много Бьешь Рассказ По Нокауту Там Должен быть Нокаут Где Этот Нокаут Находится Не Всегда В конце Он Может Находиться Мы Можем Его Ставить Где-то В другом Месте А там У Чехова Бывает Нокаут Где-то На Второй Третьи Второй Третьи Рассказа Ну Например Архиепископ Рассказ Потому что Там уже Все Совершилось Там уже Все Там уже Брусной Тип А потом Там еще Рассказывается Про маму Он выводит Это на другой Орень Как она Живет В деревне И даже Рассказывает Что у нее Сын был Когда-то Архиепископ Но Ей Никто Не верит То есть Там Продолжение Какое-то Которое Уже По ту сторону Сюжета Происходит Сюжет В смысле Фабулы Вот Не знаю Ответила ли На вопрос Мне кажется Что Да Спасибо большое Спасибо большое Замечательно Время наше Подходит к концу Катя Можно попросить На прощание Вот это стихотворение Если можно Которое Которое Идет в Маколит И про Бога Которого нет Да Да Дело в том Что да Они Они Очень Дружили Соня Алеша Ну так и называется Память Алексея Цветкова То есть Не называется Проставлено Мой походный Ляль Пробуравил Глупую Ночь Я вернулась В страну Подоливы Жекаранды Синейки Кипарисы И прочь И прочь Чтобы пробу Со света Взять На весь путь Обратный Средиземного Моря Волны Опять Со мной На глазное Дно Седают То соль То пена Пляга Быстро Пустеет Водой И гудит Прибой И асфальт Горячится И все Это офигенно Как Восток Описать Не впадая Обнимой В восторг Перед Слаженным Голосом Гомоном Улицы В отдалении Будто Сильный Поток Подхватив За собой Павлёк Словно Щепку Меня Бавилонское Наваждение Иудейского Солнца Лучи Так Сошлись Приты Что Слепился Из них На мгновение Подробный Город Потому Что У всякого Города Есть Двойник Что Прочнее И выше Небом И в память В холод Та Дочь Там Мучит Иврит И за дверь Струится Свет Там Мой Друг По дороге Бредет Гореном Маколит Разобижен На Бога На Торова Типа Нет Но Который Его Устами Веках Глаголит Совершенно Прекрасно Катя Абсолютно Катя Огромное Вам Спасибо И спасибо Зрителям Тоже И слушателям Спасибо Я Главное Всем Кто Пришел Вот Спасибо Большущее И я Я поставлю Значит Я знаю Что Многие люди Хотели И просто Не смогли И Завтра Или Послезавтра Это Видео Будет На нашем Ютуб Канале Лабет Цитара Спасибо Вам Большущее И Хорошего Хорошего Августа И до новых Встреч Пока Спасибо Всем Спасибо И Нового Нового Творчества Катя Спасибо Пока Спасибо